здравствуйте наконец долгожданное видео о сборке ящика для игрушек рассказывать и объяснять подробно считаю нет никакого смысла хочу остановиться на отдельных моментах связанных с единичным характером изготовления ящиков и практически отсутствием каких-либо приспособлений поэтому смотрите ускоренную съемку а я по ходу буду давать комментарий и так распаковываем детали соединение элементов ящика предполагается делать с конферматами поэтому понадобится два сверла по дереву одно диаметром 5 миллиметров второе 7 чтобы не делать приспособлений и точных измерений будем засверливаться по месту для этого необходимо разместить всего лишь одну деталь от одной кромки отсчитать 9 миллиметров то есть половину толщины расстояние второй кромки выбирается конструктивно и не требует высокой точности совмещаем кромки соединяемых деталей и сверлим сверлом диаметром 5 миллиметров сверлить лучше сверху вниз так проще надежнее и помогает гравитация верхней детали необходимо рассверлить отверстие диаметром 5 миллиметров до 7 миллиметров здесь подложен кусок дсп чтоб не просверлить пол при сборке следующего ящика обошлись без него соединяем детали конферматом с помощью шестигранного ключа на 4 точно также размечаем детали с другой стороны прикручиваем к ней переднюю стенку ящика обратите внимание что с одной стороны стенки ящика не оклеены кромкой это сделано для удешевления конструкции при сборке не оклеенная кромка скроется поэтому при сборке необходимо обращать внимание чтобы не оклеенные кромки всех деталей находили с одной стороны и так прикручиваем переднюю стенку половина коробки сделано положим ее на пол вверх не оклеенной кромкой и будем прикручивать дно для удешевления конструкции я не оклеивал также те кромки которые смотрят в сторону передней стенки потому что они будут закрываться фасадом необходимо даже следить чтобы все эти кромки были с одной стороны так как конструктивно предлагается что будет приходить на дно которое будет стоять на колесиках то стенки к дну я креплю всего одним конферматом точно также всего один конфермат устанавливаю между двумя соседними стенками это сокращает расходы и времени и денег чтобы не тратить времени на замену сверл при установке последнего стенки можно одновременно сверлить два отверстия затем менять сверло и рассверливать но избавиться от такой операции вообще позволит закупка специального сверла с двумя диаметрами при сборке второго ящика я не использовал дополнительных кусков дсп а рассверливал отверстие в боковой стенке установив ее на заднюю стенку главное при засверливании отверстия диаметром 5 миллиметров следить чтобы кромки соединяемых деталей совпадали так как и собирают три ящика не 33 то можно закручивать конферматой с помощью шестигранного ключа при более массовой сборке желательно использовать шуруповерт как видите с помощью предлагаемой методики собрать ящик под силу одному но наличие помощника не повредит а наоборот может позволить ускорить процесс сборки главное при этом правильно разделить операции итак последний конфермат второго ящика и обратите внимание что не обклеенная кромка всех элементов находятся со стороны передней стенки ящика итак завершаем сборку третьего ящика настала очередь прикручивать колесики которые я показывал в первой части этого видео смотрите подсказку и ссылку в описании сначала размечаем места установки колесиков исходя из конструктивных соображений затем приложив кронштейн с колесиком размечаем через отверстия места установки шурупов сверлим по разметке и прикручиваем колесик отверстия должны быть глухими и не слишком глубокими по крайней мере нужно убрать ламинированный слой при толщине дсп 18 миллиметров я использовал шурупы 16 миллиметров опять же при более массовом производстве желательно запастись шуруповертом а а Как видите, конфирмат я не закрывал декоративно. Тоже касается и разметки для установки колесиков. Ящик будет повернут дном к полу и эта разметка не будет видна. Осталось установить фасады и без старого куска ДСП нам не обойтись. Я закупил ручки, которые фиксируются с помощью винтов М4. Итак, распаковываем фасады и размечаем место установки ручки. Находим середину фасада, затем замеряем длину ручки от края до края. Делим этот размер пополам и откладываем в обе стороны от середины вдоль длинной стороны фасада. Затем находим середину у края ручек вдоль короткой стороны фасада. Поворачиваем ручку так, чтобы отверстия для установки винтов были видны. И отмечаем около центров этих отверстий засечки. Сверлим по этим засечкам отверстия диаметром 5 мм. И устанавливаем ручку с помощью винтов. Разметку на обратной стороне фасада можно не убирать, так как она будет скрыта передней стенкой ящика. Итак, фасады готовы, ящики установлены под кровать. Фасады я устанавливал при помощи горизонтального сверления, но, конечно, лучше ящики было бы достать и сверлить вертикально. Производим измерения, чтобы с учетом зазоров между фасадом, полом и кроватью определить места, в которые будут упираться головки винтов, которые держат ручку. Чтобы в этих местах высверлить глухие отверстия диаметром 10 мм. Эта сторона передней стенки также будет невидима, она будет закрываться фасадом, поэтому разметку можно не стирать. Отверстия можно делать любого диаметра. Передние конфирматы боковых стенок можно скрыть декоративной наклейкой. Я их оставил открытыми. Фасады я крепил саморезом с пресс-шайбой длиной 32 мм. Размечаем места крепления и сверлим диаметром 5 мм. Насквозь. Крепеж должен находиться на одной линии с ручкой, чтобы не создавать изгибающего момента. При установке самореза я не дожимал сразу до конца, проверял зазор и только после этого производил окончательную затяжку. На этом всё. Подписывайтесь на канал и не пропускайте полезных видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.